Приветствую вас, дорогие друзья. Я хочу вас познакомить с барельефщиками, художниками, скульпторами современных отделочных работ. Что это за люди? Кто эти люди? Чем они занимаются? Значит, вот сейчас на заднем плане вы видите барельефную лепнину. Это новые тенденции, им практически не так давно. И в основном, я заметил, это на странах СНГ занимаются люди. Значит, это полноценные картины пишут, барельефные какие-то лепнины. Сегодня мы познакомимся с одной девушкой. Она приехала из Минска в город Брест и делает вот такую красоту. Узнаем, как давно она этим занимается. И, короче, смотрите сами. Привет. Привет. Как тебя зовут? Татьяна, меня зовут Мисс Арт. В инстаграме можете меня найти, Мисс Арт Декор. Татьяна, у меня к тебе такой вопрос. Ты специализированно училась, эту профессию получала? Или как так получилось, что ты стала скульптором-декоратором? Это было постепенно. То есть я изначально занималась росписью стен, картины писала. Потом захотелось чего-то нового, изучить новый материал. И вот нашла наставника. Наставник Василий Зинько. И он меня обучил такому искусству, как барельеф. Это довольно приятно. Новый вид, в общем, новый вид в искусстве. Скажи, пожалуйста, а ты училась на художника? То есть у тебя профессиональное образование? 10 лет уже прошло. У меня утром 10 лет в этом деле. И заканчивала колледж с декоративно-прикладного искусства на художника-оформителя. И исполнитель получается вот таких вот работ. А ты смотри, ты на художника сама выбирала профессию? Или родители тебя выбирали? Вообще это чисто случайно получилось на самом деле. Очень случайно. Потому что хотелось стать дизайнером интерьера на самом деле. Но так судьба сложилась, что вот был только вариант вот стать художником. Но Василий Зинько мы все знаем. Его в Беларуси. Это один из известнейших художников. И он на телевидении. И в Бресте он очень много работ делал. Скажи, пожалуйста, а картины? Вот ты пишешь маслом. Твои картины где-то выставлялись. Нет, я в основном пишу на заказ. Сотрудничаю с дизайнерами. То есть такие частные заказы в основном. А на выставку одну работу отправляла в Люксембург. И там было очень огромное количество художников, участвовало, скульпторов, фотографов. Ну, не заняло пока, к сожалению, никакое место. Но буду стремиться. Ты знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Человек, который занимается своим делом, он всегда счастлив. Что бы это ни было. Можно подметать улицы. Можно работать у станка. Можно работать с деревом. Вот ты работаешь с бетоном. Вот ты чувствуешь, что это твое. Это гипс. Это гипс, это не бетон, это совсем другое. Гипс более податливый. Бетон это вообще... Это не относится к художеству. Ну, я понял. Вот с гипсом работать. С гипсом, с красками. Ты чувствуешь, что это твое? Да. Я получаю кайф. Это самый главный человек, который делает, ему нравится. А как люди... Вот ты сдаешь работу, люди восхищаются. Наслаждение есть в этом? Конечно. Это признание, это другого стоит. Да. А скажи, вот, пожалуйста, первый раз, когда ты приступала, что это за работы были? Когда я частные заказы... Да, да. Вот предположим, здесь вот у тебя... Первый самый частный заказ, это была роспись в детской. И там была огромная стена, около 15 квадратных метров. И за нее я вообще не знала, сколько денег брать. Я сказала, 200 долларов. Ну, то есть там такой... Заказ был очень сложный. Я попросила своего мастера, получается, который мне преподавал в колледже. И вот мы с ней вместе, получается, я сказала, по 100 долларов, в общем, прибыль. Ну, она очень удивилась, и для меня это было странно. Ну, потом же в дальнейшем, через 5 лет я узнала у конкурентов, сколько бы они взяли за эту роспись и называли сумму от 1500 долларов до 2000. То есть такой диапазон был. Ну, в общем, первая работа была такая. А скажи, вот эта тенденция, для тех людей, которые вообще никогда не видели, например, смотрят, что это такое, что это за тенденция, откуда она пошла, за этим будущее... Вообще, расскажи про это, что-нибудь. Ну, я скажу, что это больше на любителя. Ну, нет такого, что за этим будущее. Просто дело в том, что роспись на стене можно заменить, там, допустим, футобоями, да, а гипсовый барельеф уже ничем не заменишь. И здесь самое интересное, это игра светотени. То есть как поставишь освещение, так... Ну, оно может по-разному восприниматься утром, вечером, в разное время суток. Поэтому тут... Скажи, а вот такая вот, предположим, экспозиция ты сама прорисовываешь, или что-то, какие-то предпочтения заказчика? Дело в том, что здесь была задумка дизайнера. То есть тут нужно было... Я здесь воплощаю, получается, идею, а дизайнер это все придумал. То есть, ну, как самушкин продукт, молокозавод, и вот у нас здесь, получается, как молоко разливается и превращается в бабочек. То есть такое... Оно будет как-то цветным еще декорироваться или останется... Здесь будет легкий молочный цвет. То есть практически сейчас, как оно есть, белая основа будет, но это будет перекрашиваться и молочные бабочки будет. То есть, ну, нет смысла молоко делать какого-то другого цвета, поэтому... Скажи такой вопрос. А вот, например, в детской комнате возможно, чтобы, например, это какие-то сказочные персонажи в цветном свете? Все что угодно, все что угодно. В объем можно, можно любую живопись, пейзаж, там все что угодно нужно сделать. Скажи, в твоем бизнесе есть какая-то такая вот острая конкуренция или это такой бизнес, в который очень сложно войти человеку с улицы? Вы знаете, конкуренция... Каждый художник уникален по словам, и каждый выбирает свой стиль. Кто-то придумывает его, кто-то копирует других. Ну, в основном все копируют западных художников. Вот, а так мы... Я общаюсь с некоторыми художниками, но мы не конкурируем друг с другом. Но есть те, которые просто вот, они следят за мной, там, либо я за ними слежу, там, такой, с легкой завистью, возможно. Ну, то есть не все готовы идти на контакт, не все общительны, поэтому... У меня такой вопрос. А есть ли какие-то наработки, какие-то тонкости, какие-то секреты у каждого мастера? И опыт постоянно приходит, что-то новенькое узнаешь, да? Есть, конечно, все по ходу работы, и никто этим не делится друг с другом. То есть это остается своими какими-то наработками, заслуженными годами. Ну, а заказы в основном приходят с Инстаграма, социальных сетей. И откуда вообще люди узнают, что есть такой художник? Вот люди, например, некоторые не знают, что даже есть брельеф такая. Ну, сейчас очень развит Инстаграм, мне там очень выгодно это все рекламировать, и взаимопиар с дизайнерами идет, и сотрудничество. То есть там, как хранится мое портфолио, все фотографии, и просто предлагаю партнерство с дизайнерами, и они вот видят сразу весь мой опыт. Ну, скажи, а картины подписываются? А вы где-то в уголочке подписываете? Пока это все в планах, то есть, как это все будет, я не хочу раскрывать секреты. Хорошо. Ну, спасибо тебе большое за интервью. Если не против, я под видео оставлю ссылочку на твой Инстаграм. Хорошо. Все, всего доброго, счастливо. Спасибо.